Первое звено ЦСКА вернулось и хорошо продемонстрировало, что возникает при возможности атаковать сходу. И тут же Амор отвечает атакой на атаку. В этой атаке Амур мог забросить еще в двух разных ситуациях. Внутри одной атаки. Так что три разных голевых момента в одной атаке для Амура это очень показательно. И это безусловно заслуживает вроде бы как лесных слов. И причем что любопытно у Амура их может быть чуточку меньше за 18 минут. Но совершенно точно не намного меньше. То есть игра в целом равна. Вот сейчас к имевшимся моментам ЦСКА добавил еще один. Григоренко на пятачке подставлял. Ну с такого расстояния, когда ты подставляешь и шайба идет в створ. Это всегда опасно. Другое дело, что это был не тот случай, когда она идет мимо вратаря. И поэтому Аликин сделал все, что от него требовалось. Вот он находится в правильной позиции. И шайба приходит аккуратно туда, куда и должна. Ну и Амур попробует совершить чудо в этом матче. При счете 0-0 такой вариант исключать нельзя. Иржисехович при счете 0-0 было? Нельзя. Иржисехович почти наверняка ЦСКА. Дальше начнет играть. С меньшим процентом брака. С большим настроем. Ну и в большей степени уверенности. Атака с ходу Андронов. Хороший бросок Аликин. Молодец. А так последние секунды. Времени на один бросок. На одну атаку у Амура. И будет этот бросок. И за ворот. И шанс на добивание. Едва ли не лучший шанс Амура. Свершился прям вот на последних секундах. Вот сейчас звучит сирена. То есть все это время арбитры не свистели. Не будучи уверенными, где именно шайба. А никто и не уверен. На самом деле там ни арбитры, ни игроки. И вот отсюда сверху не было особо видно. Ну если это считать в данном случае показателями, эти цифры. То в первом периоде ЦСКА в стартовые 7-8 минут действительно смотрелся ощутимо лучше. Да. Немного. Немного времени потребовалось ЦСКА, чтобы скорее всего по сути эту игру завершить. Робинсон подставил и переправил в дальний угол низом шайбу Калинин. Вот момент. Киселевич набрасывает. Шайба еще, между прочим, до того, как достаться Калинину, она еще и по крюку кого-то из игроков Амуры, Гины Козагорной, по-моему. Прострельная передача проходит. Проходит. Только адреса-то у нее не было. Поэтому Робинсон шайбу подобрал как ближайший. Но паста был не на то задуман. Робинсон вдоль синей линии. Смещается к центру. Налево под бросок. Бросок Марченко. Вау. Вот это бросок. Это прям-таки бросок. Ну вот я специально помолчал, подождал, посмотрел, потому что точный, да, и очень сильный бросок. И вот сейчас очередная атака здесь. Пару раз вытащил галкипер ЦСКА. Дальше снова моменты. Ух, ну вот если бы сейчас Каленин эту забросил, это, конечно, был бы гол красавицы. Вот здесь вот, когда не получилось, здесь расстроенного Каленина Телегин так подогнал. Эффектно, но пока неэффективно. То есть до Аликина дело не дошло. Вот что я подразумеваю под неэффективным. Вот дошло. И причем здесь не потребовалось 10 передач. Да, ситуация, где просто хорошая позиция для броска. И человек с броском решает. ЦСКА забрасывает в большинстве. К Аликину есть ли вопросы? Ну, как и в случае с третьей шайбой. Какая разница? Маршенко сегодня все сделал. И забросил, и отдал, и удалился. И причем вот сейчас он удалился. А реализовали не его удаление, а на Уминкова. Маршенко еще. Минуту 46. Минус 3. Минуту 36. Минуту 46. Минуту 46. Слэнска. И вы. Продолжение следует...